Хоть обоссысь, Нель. В Москве хоть обоссысь, с 50 до 70. А тут сам Бог велит. Смотри, выставки. Мы в Индии я тут еще дохи. Пойдем посмотрим. Это бесплатно, висовки? Конечно. Хоть свободно. Можешь смотреть, не покупать. Ой, да. Пошли. Ой, я только Индии дала. О, а мы не могли поехать. Так я хотела Симку провести. Думаю, что на этом автобусе. Долбать. Не было. Вот. В следующий раз в тюрьму не поедем. Спасибо. Мне как-то до этого тоже приходила и смотрела. Вот. Симка. 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 Заланга. Продолжение следует... 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 У меня только сын не имеет за ручку Ты под машину не попала мама Ну да, что маму-то хранить Без мамы какая жизнь? Я тебе благородила. А я тебе благородила. Так что? Да. Там мамы, ну да, мы. Пошли, что не пойти? Сейчас как-то что-то. Пока живи сто лет, буду к тебе ездить. А потом я тут не знаю. А потом я пришла, на теле дом продавала. В го! Ну-ка расскажите! А потом я хочу говорить, зачем? Куда бывает, возьмут так? Она в центре или это самое. Какие квартиры сейчас. Там уже ухо выживут, там конкуренты, там затопилы, там еще что-то. Ага. Ну, уже не так, если что-то не продавать, у меня когда-то было, у меня там почти посолок, или Лена там кому-то, чтобы вы не ставили. Да. Машинку не ставили. Ну, как заверенность мы сделаем. Я говорю, ну, когда мы с тобой пойдем заверенность? А, давай. На Люду. На Люду. Ну, у меня было таких 3, куда-то они побивались 7, поэтому я... На Крову. На Игоря сделано, когда я ухожу. На Игоря сделано, когда я ухожу. Это не нужно, чтобы я туда что-то сделала. Все, что на 50-20 лет. Допустим, их односторожность. По-хорошему. Ну, около 62 квадратных. А еще добавь то, что мы... Еще добавь то, что мы... Еще добавь у нас лоджия, которую мы купили. 2 на 6. И еще мусоропровод убрали. Там одну комнату сделала. Большая. Да. Третий этаж. У нас лифт ходит. Мы поднимаем. Третий этаж. Провод. Все убрали. У нас очень красивый мусор построили. Прям красивая, удобная мусорка. Два шага от нас. Я сказала, надо там перейдеть. Ну, давай, ребят. Все в машине погибли. Я даже в вас там. А так ему придется еще еще и все ждать. Есть и какие-то предпределения. В чернике заниматься. А так пришел и продал. Я сейчас посмотрю. Бабка собрала гостей. Говорили за что. Ну, не делим такое. Мы соберут и родственники. Типа Дарсон. Не, мне нельзя. Мне надо делать ему завещание. Что-то, какой же мой сын. И проживает в этих матерях. Простите. А Дарсону сделают, когда он никакой отношения не ехает. Вот. А я не знаю. Я расскажу. Давай. А потом, когда бабка сказала. Никакого нету. Умничай, не жарственное. Просто я хотела вас всех помочь. Ага. Уезжайте. Ой, охренеть. Это так. А, не так это самое. Расстроились, да? Расстроились. Кто-то уехал. Кто-то. Садимся и без. Вообще. Садимся и без. Так. Так. Вот мы сюда и хотели покупать. А где я работала? Вот мы сюда и хотели. Вот мы сюда и хотели. Мы тут построили. Ножа не было. Все было. Ненавица. Техна была. Ага. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 за кого будешь спать, понесет тебя и вот в море упадешь, а тут мы втроем сейчас, у нас сзади Тимурка идет, как под арестом нас ведет охранять, чтобы мы ни влево, ни вправо не завалились. Он не с моей стороны не становится, не с ней или нет, а сзади идет, чтобы равномерно выстрелить. Мы громко разговариваем, Тимурка сидела, пошла от нас, еще смотрит, что мы посетили, вот эта скамейка наша, мы что хотим, то и делаем, бесплатно сидим. Так, а сколько времени это? Не знаю. Сына, сколько времени? Ну прибак, наверное, два. Пять плюс, а у нас пять, а у нас три. Час. 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 У нас час. У нас четыре надо вычитать, это от нас два, от Ташкенда, от Нины четыре. Ладно, нам еще за телефон потратить. Да, за телефон. И сейчас мы пройдем сюда оттуда, потом как-нибудь. Ладно, Нина, потом как-нибудь еще позвоним. Андрею привет. Андрюше привет, большое. Ну ясно. Ой, господи. Ладно, ладно. Отдумай. Ну давай. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Вот где я, не вижу, куда нажимать. Давай. Это она сама нажала. Все, не надо тебе нажимать. Если она нажала, тебе уже не надо. Нет, я понимаю, но все равно выйти надо. Все, вышла. Пойдем дальше. Так, подожди, я водичку прошу. Давай, давай, погибай. Нет, нет, нет. 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 Продолжение следует... 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 Я отдавала эти вот пенсионные вот на 20 тысяч стоят. В Москве не проживёшь на 20 тысяч? Нет, конечно, это же Москва, там одна дорога туда-сюда. Сейчас там Собянин понастроил. Там метро уже, да я не знаю куда, за пригород кругом едет. Люди далеко от Москвы живут, и метро к ним, пожалуйста. О, он ещё едет. С одной хорошо ноги работают, катаются, ещё и фотографируют на ходу. Как раньше мы с Игорем тоже пойдём, где-нибудь на лавочке сядем, сидим туда. Норез внутрь, гуляния в высоте. Сейчас тут темно, может, о, 13-27. Там до двух, да? До двух, сейчас как раз за полчаса до топчется. О, нет, ещё полчаса будет. Как? Полчаса? Ну, полчаса нет, это самое. Раньше. Ну, ладно, тогда посидим немножко, потопчемся. Ничего себе, гуляли, 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 и это ещё время не такое. Ой. Я, может, спать хочу, не могу. Вот это... Не говори. Ты знаешь, Наречка, это уже усталость глубокая, глубинная. Вот, ты знаешь, это, не знаю, мне неделю спать надо. А мне хочется море из-за этого псориаза покупаться, чтобы у меня где-то не вылез он, не дай бог. А мне только море или вот наше солнце нещадно. Я как вот загорела, аж с горела, аж с меня слезала кожа. Но зато я как яичко стала, у меня всё, где что начиналось, всё подкормлю. И я всю зиму не буду страдать. А ко мне приезжали подружки-псориатики, специально, чтобы жариться на солнце. Им врачи рекомендовались, вот тут и есть в Ледней Азии, в Ташкенте, там-там. И едьте туда, загорайте там, только солнце вас спасёт. А это все деньги, которые вы тратите, это всё пустая трата денег, ничего не поможет вам. И мази, шмази. И вот они приезжали, у меня излечивались. Весь год там, но надо каждый год приезжать. Поэтому вот, и морская вода, вот запомни, солнце и морская вода. Вот это лечит шариасы. Кстати, и экзему, говорят, тоже лечит. Но экзема, она ещё от нервов. Чуть понервничьих, она начинает активизироваться. Ой, у нас это знакомый пчеловод, ну мы давно уже с Казахстана дружим. Саша недавно мёд привозил. У него все руки, знаешь... Он не показывал на тебе. Все руки, его тело, он рубашки всё время, летом всё уходит. Да, у него псориаз. Нет, экзема. Он как-то по-другому назывался. Экзема. У него Галя цыганка. Ну как цыганка, ну просто выходцы давно. Родители здесь были, они дом построили. Сейчас родителей нет, уже вдвоём остались. Дети уже замуж вышло. Ну уже внуки есть. Так что... А он пчеловодством занимается. Уезжает далеко, куда-нибудь в степи, и это на всё лето. Растарит свои улыки и с пчёлами. Ага, у него и машина есть, и всё это. Ну такой, деловой. Как же называются болезни? Пятны вот такие розовые на руках. Ну да, говорила, я уже не помню. Она не заразовая болезнь. Меняется цвет кожи, что-то не хватает какого-то ритонина. Да, ему солнце нельзя, не видно. А вот пассажирских тут редко бывают идти. Ты меня удивила, что стали ходить подушки воздушные, воздушные трылья. Ну я не знаю, воздушные ли нет, но там расписание на дюсик какой-то. Что в Сочи у Гилежи ходят. Это вот Мурвакзал. Да, да. У Игоря тут кафешка была. Он тоже работал в Торгмор Трансе. Он у них кафе. Он туда всё приходил тоже. Хорошая работа у него была. Он под дровяком там работал. Тут туда всё разорились, всё подрали. А потом как начали всё растаскивать, всю мебель, всю аппаратуру, он домой кресло принёс, потом двери какие-то принёс, потом ещё что-то привёз. Всё. И зятю там кто-то отдал. Они там вдвоём тускали. Ой, умрёшь. Много чего притащил. Ещё и забыла даже, чего он ещё притащил. О, они остатки дотащили. Не один из других взять. Ну, каждый его что мог со своём. А самое главное, утащили те, кто наверху. Ну, понятно. И все деньги утащили. А потом, после них, он пошёл. Он в этот колледж преподавал. Класс. 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 Ой, о! Ну, людям уже тоже Игорь зовут. Да. Да они её характер, мне кажется, одинаковый. Да что ты! Вот они, наверное, дружили между собой, да? Да, прям дружили. Вот Игорь, вот когда они поженились, он вообще ничего не умел делать. Игорь наш научил его. Мы ходили же в гости, тут рядом было. Он там что-то двери вместе делали, потом ещё что-то там ремонтировали. И он помаленьку-помаленьку приучился что-то делать. Он ничего не умел делать, когда был молодой. А благодаря нашему Игорю он всё теперь... А чё его отец не научил, если он с отцом жил? А отец дома ничего не делал. Отец, это... Игорь работал потом прорабом у отца на работе. А отец, вот я даже не знаю, кем он работал. Он высший какой-то был начальник. Он, по-моему, до сих пор ещё работает. Потому что с Каплиной дома бесполезно находиться. Она готовить уже... Мало ничего готовить. Она спит. Где вот Люда с Игорем спали, они во дворе над кухней построили две комнаты. Каплиной, ты имеешь в виду Таньку? Нет, Каплина Людмилина Свекров. На 8 марта, рядом с нами живёт, внизу. А, Каплина... Свекров Людмилина. Ясно. Игорь и мать. И вот Люда, да, там сначала с Игорем жили. У них две комнаты было, кухня отдельная, там всё было отдельно. А теперь, когда Люда построили дом, Игорь построил дом, Люды долго не говорили, где что они там строят. Да ты что! Когда они туда уехали, и вот Каплина недавно... У них же тоже есть вот эта комната несколько внизу. Так вот Люда живёт в построенном доме? Да, Люда с Игорем трёхэтажным домом живёт. А Каплина её осталась на 8 марта. Муж её... Александр... Ой... Константинович... Александр? Нет. Константин Александрович. Ну, неважно. В общем, муж тут остался. Она перебралась. Это, наверное, где Люда с Игорем жили. Там теперь ночью. М-м-м... Он её нервирует. Вообще кошмар какой-то. Он её нервирует. И она, вон, бедная иногда ходит в кафешке кушать. Потому что она почти там какую-то нибудь ерунду. Раньше она готовила нормально. А сейчас она похудела, вот такая вот худущая стала. Злющая. Или какая-то совсем другая. Точно где мелится, наверное? Ой, наверное, у неё что-то с мозгами, с психикой что-то. А-а-а. Раз она станет другая. Раз она перестаёт... Когда люди перестают родниться. Начинают вот отчуждаться. Вот я прям ждала, не знаю, как отпуска. Всех увидят тебя, Вовку, Нелю. Ой, Элю. Это самое... Нелю свою в Москве. Это мои старинные друзья. По 40 лет мы дружим с молодостью. Да я каждую возможность. Я только весь год пошёл, чтобы только вот это у меня было. А когда люди перестают, не хотят родниться. Не хотят встречаться. Не хотят никому напрягу делать. Чё-то... Мужу что-то приготовить. К столу. Тепло создать, уют. Чё-то... Мы же жили рядом. Швачка, швачка, да. Когда Игорь с этой поругались, что-то капли на нас сразу возненавидела. И это мы уже с ней стала общаться. Ничего нам и хрен с ним нет. Ну, а этот там её муж... Он же ему кушать хочется. Люда вот иногда, если чё-то это самое... Кушас. Она ему то ли приносит, то ли зовёт себе, чтобы он покушал. В кафешку вот на автовокзале, так он иногда туда ходит и кушает. Ну, он просто такой спокойный. Он всё время молчит. Такой не очень разговорчивый. Раньше ж мы когда дружили, приходили. Они, наверное, не очень разговорили. А сейчас никто не знает, что там с ней будет. Ну, вот когда вот на поминках на дне рождения мы встречались, так просто поздоровались. Но... А, ещё с капленной мы встречались, когда я пошла платить коммуналку, и она пришла. Мы сидели рядом на лавочке. Ну, тоже так, по пустякам, что-то там двумя словами перекинулись. Ну, думаю, слава богу, разговаривали. А-а-а... А-а-а... Это болезнь называется Пелагра. Пелагра? Сашка по-другому называл. По-другому не Пелагра? А Пелагра это вот когда такие белые пятна. Или у него не пятна были, не белые пятна? Нет, пятна. Это Пелагра называется болезнь. Научное название, может, значит, в народе как-то. Ну, да, может, он по-другому. Сейчас мы узнаем, как Пелагра называется в народе. Так, ну что-то... 10 минут прошло. Ну, пойдём потихоньку, что надо. Так, 40 минут ещё. 20 минут осталось. Ну, пойдём за 20 минут как раз дотащимся. Пойдём. Нам же надо плотаться, и всё вновь идти. Эй, эй. Ой... Зелёга. А ну говорите, какую сторону лучше? Ха-ха-ха. Бабушка, я, лапка. Деда, ты. Да, дедушка. Спокой, никакой, Нэй. Давай вот возле этого скотинь. Ладно, на дому можно доехать или нельзя? На дому можно доехать, Кинька снимет нам с этого свои карточки. У вас какой проезд? По 50? По 45? Ой, охренеть! Это что такое? Это что за мелочи жизни? Давай сейчас возле этих адмиралов. Я их обожаю, про всех читала. Это невысоко, а что ты получишь? Ну, нам с собой надо что-то, что фигурки. Нам самое, чтобы наши чуть-чуть по грудь. Нас по грудь, а чтобы их было видать. Ну, мы вот тут с тобой с Таней, тогда будут есть, ребятки, и нас с тобой. Нам возле них-то не надо остановиться. Сына нам где-то так вот тут, да? Сына, ну вот сейчас их видно, адмиралов? А ты в очках. Адмиралов? Адмиралов видно? Тюбочка. Все, вот теперь адмиралов видно, и нас. Сына, вот это сфотографируй, чтобы знать, каких у тебя адмиралов. Такие чудесные видите. Тут еще такой береги, где клеиши, где клеиши, где посолки. а туристов нет автобус привез я вышла все от тарабанила погуляйте пол часа пошла села да пофотайте да пофотайте погуляйте все взрослые люди детей под контролем без присмотра не оставлять нет что то если я могу и пойти с ними на прогулки например вечером вот не обязательно а памятником подводят внешне какие-то такие как мы перри входят ну Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok